В Библии в 6 главе стих 2 написано «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческой и брали в жены». Что это за слова в Библии? Кто такие сыны Божьи, которые видели дочерей человеческой и брали в жены? Есть такое толкование, это место Библии, в Ветхом Завете написано, еще допотопное человечество когда было, допотоп, до Ноя, что есть такие слова. И есть такое толкование, но не православное толкование. Иудеев, некоторых древних сект, что имеется в виду, что сыны Божьи, это ангелы, вступали в близость с дочерями человеческими, это допотопы. Но это не православное, повторяющее, толкование, и оно не соответствует действительности. В физическую близость бесплотный дух с полотской девушкой вступить, просить нечем. Ну, просто нечем, и все. У них нет плоти. Поэтому это не православное. Про славу толкания святыцам дают. В Библии, после первых людей, Адам и Ева, есть описание их детей. Не всех. Там доминирует о двух. Каин, Авель, Сиф, там без подробностей, Авель был убит Каином, помните, да? Первая смерть на земле была насильственной. Братный брат подал, по Библии так. И вот потомки Каина, в ней в Библии описано, что они были, вот этот вот дух-то в их роду и был, изобретатели на всяком греха и неправды. А потомки не Авеля убитого, а другого сына, Сифа, хранили благочестие. И вот Библия условно называет Сифитов сынами Божиими из всего человечества, а Каинитов и их потом сынами человеческими. То есть вот все земное только, греховное. Главное правительство. И поэтому Библия говорит, что еще до потопа началось смешение благочестивых со злочестивыми. К добру это не привело. К добру не привело. Поэтому друзей надо выбирать. Еще раз сказать, чем поведешься, того и наберешься. Поэтому в Библии есть под сынами Божьими, называют потомков. То есть, проще говоря, хранившие праведность перед Богом, стремившиеся. С нами человечество, которые жили в грехе. Но это история до потопного человечества.